Загляни в лавку rpgdon.com, покупай сувенир из любимой игры и обновись! Ссылка под видео! Всем привет, вы на канале Вульфий Нитрич, и сегодня я хочу поговорить о ближайших планов разработчиков игры Black Desert. 8 числа выложили нам текстовую новость, и у меня возникла почему мысль снять об этом видео, потому что лично для меня текст, который здесь написан, воспринимается сложно. Несмотря на то, что я и читаю много, и опыт журналистики у меня есть, но формулировки, которые здесь используются, мне приходилось перечитывать по несколько раз для того, чтобы правильно понять, о чем нам хотят сказать. Поэтому я подумала, что возможно есть у кого-то такие же проблемы, и именно для таких людей сделано это видео. Если вкратце по новым планам, то здесь нам рассказали, что внося маленькие, незначительные изменения, пытаясь настроить баланс, либо отредактировать действия какой-то части игры, особо ничего не решали, толком ничего не помогало, и зачастую вносился еще лишь дополнительные проблемы, дополнительный хаос. Поэтому теперь любые правки, любые корректировки какого-либо процесса будут более решительными, для того, чтобы и нам, старичкам, было до сих пор интересно в эту игру играть, а также легко было адаптироваться новым игрокам. Именно для того, чтобы новым игрокам было интереснее, спустя 3 года разработчики решили открыть шанс усиления. То есть правки к самому шансу никакие применяться не будут, то есть 19-я, 20-я вещь с большим шансом не станет точиться, но по крайней мере мы будем видеть процент успеха. Например, ты точишь на 18, и тебе показывают, что шанс успеха 20%. И ты как хочешь, разрывайся как хочешь, колдуй, шамань. Но ты никак на это повлиять не можешь, только если не будешь точиться кофрасами. Это 100% заточка, напомню, если кто не знает. Но, честно говоря, это и хорошо с одной стороны, и с другой стороны плохо, потому что эта игра изначально себя рекомендовала как игра с скрытыми характеристиками. Да, это не всем нравится. Да, многие любят фапать на циферки урона, то есть ты шандарахнул кого-нибудь критом в 300 тысяч и радуешься. Скриншотик сделал, поставил на рабочий стол, распечатал, сидишь любуешься. Но эта игра была изначально так сделана, так задумана, что ты не знаешь, сколько ты нанес, ты просто должен все интуитивно понимать. Увеличился у тебя урон, быстрее ты убиваешь мобов, кого ты лучше пробиваешь по персонажам. Им осталось, мне кажется, только урон открыть и все. Игра больше будет понятна, конечно, для новичков. Я думаю, что и прилив игроков будет в связи с этим выше, но игра уже будет не той. Хотя это, в принципе, не испортит. Это лишь испортит ощущение и впечатление, но механика игры останется той же. Конечно же, это решит много проблем, если они откроют урон, но я отошла от темы. И, в общем-то, по заточке, как было замечено, что шанс можно увидеть, но шанс увеличиваться не будет. То есть, если 20%, то это 20%. И если ты тысячу раз нажимаешь, и у тебя не точится, то, ну вот, значит, эти 20% тебе не повезли. Возможность увидеть изменение шанса усиления не окажет влияние на существующих игроков, но значительно поможет только начинающим игрокам лучше понять одну из основополагающих составляющих контента. Хочется прокомментировать только так. Новому игроку противопоказано что-либо точить. Понимаете, как хотите, но пока у тебя нет 60 уровня, пока ты не сделал доступными средствами без заточки 170 атаки, пока у тебя нет босс-шмота, тебе заточку даже открывать нельзя. Потому что ты потратишь много денег, в итоге ты ничего не получишь. И вот информация о шансе усиления тебе ничем не поможет. Ты как видел цифры успеха, ты как получал неудачу при заточке на 14-15 больших броков, ты так и будешь получать, только еще больше обозлишься, потому что ты будешь видеть, что у тебя 60% шанс заточки, а оно не точится. Повторюсь, на новых уровнях до 60 уровня без босс-шмота заточка в принципе неразумна. Поэтому как это поможет начинающим игрокам, я не знаю. И вот этот открытый шанс усиления нам установят 16 января, уже на следующих профработах. Вместе с этим нам поставят еще и сумречную арену. Сумрачная арена, королевская битва в ролевой игре. В общем, эта арена, уравненная арена, наконец-то. Об этой арене я в двух словах рассказывала в прошлом обзоре записок разработчиков. Никакой дополнительной информации нам в этом обзоре не дают. Если тебе конкретно по этой аренке интересно, во-первых, ты можешь посмотреть корейские стримы, там уже установили это обновление вместе с нашим 9 числа. Или же можешь посмотреть мое старое видео, там я объясняла примерно принцип, что мы делаем, зачем мы делаем и что мы получаем. Но вот эта королевская битва, я думаю, что будет интересной. Тот факт, что ты на равных со всеми начинаешь, это огромнейший плюс у этой арены. Новый аукцион. Нам его обещают поставить в феврале. То есть, каких-то полмесяца, максимум полтора месяца, и нам поставят новый аукцион. Первое главное преимущество. К этому аукциону можно будет подключаться через телефон. Или же там с планшета. Ты сможешь выставлять дистанционно товары, скупать товары, проверять ставки и так далее. Это очень хорошая функция. Также, этот аукцион станет посредником для покупки-продажи дешевых товаров, как я поняла. То есть, например, та же золотая бижутерия возьмем, да. Сейчас кольца защитника Фруин нет на аукционе. И когда я захочу выставить это колечко, у меня купит не игрок, а аукцион. И потом уже, когда кто-то захочет купить это колечко, аукцион ему его продаст. Как-то так. То есть, абсолютно будет переработана механика аукциона. Вот эти вот 15 минут после выставления, скорее всего, будут уже не рабочими. То есть, обязательно, конечно, будет снято видео по тому, как работает новый аукцион. Но пока все настолько неопределенно как-то написано. Конкретной механики тоже нету. Есть только общая фраза. И новый аукцион это способ решения проблем, которые возникли со старым. Как нам написали, корректировка, либо там какие-то изменения порога цены, либо там как работают, что ставки, дополнение ставок, там введение копчи, удаление копчи. Вот эти все правки, они не дали нужного результата. И аукцион, многие согласятся, работает странно. Нетипично для остальных игр. И это, опять-таки, была изюминка. Лично мне то, как работает здесь аукцион, нравится. Несмотря на лаги, несмотря на то, что конкуренция здоровенная и просто ничего не выкупить, но сама идея, она очень уникальная. И вот новый аукцион решит старые проблемы. Например, производство вещей станет выгодным. Сейчас возьмем простой пример. Есть определенные блюда. Ты тратишь на них ресурсы, крафтишь эти блюда. И если этих блюд на аукционе выставлено очень много, то ты продаешь дешевле, чем потратил. Минус комиссия аукциона, ты вообще в минус уходишь дичайший. И спасает только то, что ты некоторые товары добываешь сам, например. Новый аукцион решит этот вопрос. И, к примеру, аукцион будет у тебя скупать товар, если такого товара много, аукцион будет скупать у тебя предметы по себестоимости, грубо говоря. Вот стоила себестоимость 10 тысяч, значит, за 10 тысяч у тебя заберут этот предмет. Также про какое-то злоупотребление колебания медсен пишется. Я так и не смогла понять, о каком злоупотреблении говорится. Возможно, про демпинг. Но демпинг и так есть. Если выставили очень много товара по заниженной цене, то ты все равно его покупаешь. А люди, которые не шарят, сразу ставят минималку. То есть, как поможет нам, например, в новом аукционе, если сейчас у нас мы видим только 30 товаров, самых дешевых, поставленных на аукционе. В новом аукционе мы будем видеть абсолютно все товары. То есть, это будет 20-30 страниц. Можно будет переключаться между страницами. Как в конюшне, например, в ярмарке. И ты будешь видеть абсолютно все цены. То есть, сколько предметов, по какой цене стоит. Но как это поможет нам, я не знаю. Ведь ограничение на покупку, скорее всего, останется. То есть, ты по-прежнему, как и сейчас, сможешь покупать только самый дешевый товар. Либо который на 10% дороже от самого дешевого. Все. То есть, самый дорогой выкупить ты не сможешь. Возможно, до февраля они, скорее всего, нам уже больше никаких новостей не дадут. Но, вроде бы как, на Корее этот аукцион поставят раньше. То есть, на ПТС этот аукцион будет. Также на сами корейские сервера на неделю раньше поставят. Так что, ждем с нетерпением. Следим за переводами корейских патчей на сайте RPG.don. И держим в курсе. Вот. Новая информация по поводу битвы между странами. Возможно, это еще одна осада. То есть, у нас есть осада замка. Ради денег, да? Ради бонусов от замка для фарма на определенной территории. И теперь будет еще и битва между странами. Между Кальфионом и Валенцией. В сражении нужно устранить представляющего гильдию, главнокомандующего НИП каждой страны. НИП это, как я понимаю, НПС. То есть, это будет главнокомандующий рейдбосс. Которого, соответственно, если я пойду за Валенцией воевать, мне нужно убить главнокомандующего рейдбосса Кальфиона. Если же к нам приходят, то нам, соответственно, нужно дефать валенциейского главнокомандующего НПС рейдбосса. Насколько это корректное сравнение, насколько это корректный пример, пока не могу сказать. 16 января, то есть, через неделю на тестовом сервере на Корее будет эта битва установлена. И также будем следить за стримами, за новостями. В группе ВКонтакте будем стараться дублировать любую информацию, которая к нам придет. Более-менее внятно, по которой можно будет уже сделать какие-либо выводы. Очень надеюсь, что опыт с Борькой и Волками, а также с Редьмой возле Алехандра будет использован в нужном направлении. И нас не заставят больше схлестнуться на одном куске карты, на одном канале и уронить все сервера. Кто новенький, тот не совсем понимает, о чем я говорю, но старички, которые играли еще при геймнете, они помнят те падения серверов во время ивентов. Несмотря на то, что тут написано, что битва между странами происходит в открытом мире. То есть, она не привязана к территории и не привязана к полю. Как сейчас, например, осады. Если ты дерешься за замок Валенсии, то у тебя определенный кусочек на Валенсии, внутри которого ты можешь сражаться. Выйдя за пределы, ты уже не участник сражения и там все совсем другие законы действуют. Так вот, битва между странами не привязана к территории. Соответственно, убивать друг друга можно будет в любом краю карты. Предположу, что даже к каналам это не будет привязано. Однако, как будет выглядеть главнокомандующий? Возможно, он будет как мировой босс, например, с общим ХП на всех каналах. Как это сделали с мировыми боссами, которые сейчас у нас респятся. Тогда это будет вполне неплохо. И если я правильно поняла то, что здесь написано, что если ты умираешь, то ты не сможешь больше участвовать в осаде сегодняшней. То есть, вот идет осада, война эта между странами. Тебя один раз умирают, все, ты не участник. То есть, вот написано, смотри. Очень важно остаться в живых во время битвы между странами. Если вы умрете в ходе битвы, то не сможете повторно участвовать в ней в этот же день. Я лично не могу у себя в голове построить тактику поведения, учитывая, как сейчас устроен баланс между персонажами. Кто ходит на осады, кто дерется на спотах, те понимают, о чем я говорю. Можете, конечно, в комментариях написать про то, что там я начинаю ныть. Ваше право. Я абсолютно спокойно отношусь к таким комментариям, потому что у каждого есть свое мнение. И я сейчас высказываю свое. А у тебя есть выбор. Либо высказать в ответ мне свое. Мы с тобой проведем диалог в комментариях. Ну, а можешь, конечно же, написать какую-нибудь гадость. Повести себя как недалекий паренек или девчушечка. И считать, что ты красиво поступил. И на этом мы с тобой разойдемся. В общем, по битве у меня лично очень много вопросов и очень много опасений. Ну, а по поводу героя поля битвы, это тоже, по-моему, новая штучка. Есть у нас уже, практикуется ополчение на замках. И теперь вот этот герой поля битвы, это что-то вроде ополчения, но теперь наемник может себя предложить в любую гильдию на нодах. Я, например, хочу походить на нодах. Да, я играю в какую-нибудь гильди, которая чисто друзяшечки. Мы иногда ходим вместе на вэлла, мы иногда там в чатике делимся новогодними поздравлениями, и там все. Но я при этом хочу попробовать, что такое осада. Я хочу вроде как, я уже 19 игру, я на мобах знаю, что такое пвп, и я хочу теперь почувствовать, что такое осада. Я, значит, подаю как рекрутер заявку в гильдию. Но при этом в саму гильдию я вступаю косвенно. Но из своей родной гильдии я как бы косвенно выхожу. Понимаешь, как это называется? Ну, типа, временно переодела форму. Блин, я даже не знаю, какой пример такой привести. Но суть в чем? В том, что я сегодня хочу сходить на ноды. Я вижу, наверное, список гильдий, которые будут участвовать в нодах. Подаю заявку, меня одобряют, и до 12 часов ночи я как бы нахожусь в этой гильдии. Но как только 12 часов ночи заканчивается, я возвращаюсь в свою. Получается, есть, смотри, какая штука. Сейчас для того, чтобы переливаться между составами, нужно сутки штрафа ждать. То есть ты вышел из одной гильдии, влился в другую гильдию, и как бы сутки ты ждешь этого отката. Сейчас, благодаря этой новой механике, опять же, смотрю со своей стороны, со стороны того контента, которым лично я пользуюсь. Как это, возможно, будет использовано, скажем, сильными тагами, да? Возьмем наш первый состав. Там все мы знаем, что там все 261 атака плюс, да? Там минимальное требование. То есть это сильные игроки. И, к примеру, люди хотят пойти слабому составу Академии нашей Боевой помочь захватить нод. КПшка, не выходя со своей гильдии, зная, что третий состав участвует сегодня на осаде, подает заявку, и они уже в составе третьего состава. Получается, что таким образом можно на нодах балансировать силу состава. То же самое можно делать и на замках, не переливаясь. То есть, хотя, если, например, гильдия, из которой ты подаешь заявку в другую гильдию, тоже участвует в осаде, возможно, здесь будут какие-то условия для того, чтобы стать вот этим героем поля битвы. В общем, тоже такая интересная механика, интересная тема. Будет прям таки интересно почитать детали. Пока даже нет анонсов о том, когда это дело поставят. Возможно, поставят вместе с битвой между странами. Ну и значение приключений и игроков это вообще для меня просто сложнейший был отрезок в этих записках разработчиков, потому что я практически ничего не поняла. Они пишут, что для игроков стало главной задачей в игре добывать серебро на мопах. Но это и логично, потому что с мопов мы получаем вот элементарно 70 миллионов в час. Ни одно ремесло тебе такой прибыли не даст. Даже если ты будешь стоять на рыбалке, заловить на удачливую удочку, ехать под пустынным бафом в Валенсию сдавать. Причем самое интересное, они сначала негодуют о том, что люди не хотят заниматься ремеслом. После этого пустят какое-то ремесло. И через пару недель они его опять режут. Вот, например, сделали вы, подняли цену рыбы. Да, люди начали зарабатывать на рыбалке. Больше рыбачков появилось. Люди начали возить через пустыню под 200% бафом сдавать рыбу. Бац! Поставили ограничение. Теперь этот баф можно получить только раз в сутки. Без комментариев. То же самое с остальной. Ну вот они кулинарию, химию теперь благодаря новому аукциону выведут хотя бы на окупаемость. И люди больше будут этим заниматься, хотя фиг знает, как это может повлиять на количество товара на аукционе. Опять-таки сложно сказать. И будет ли тот заработок таким же легким, как фарм-мапов. Потому что, например, опять-таки вернемся, на обедах люди зарабатывают. Те, кто серьезно подходит к вопросу, они берут целую неделю, тратят на сбор ресурсов одного. Потом еще одну неделю тратят на сбор ресурсов второго. Потом еще одну неделю они крафтят проходные обеды. Ну, вот эти блюда, да, которые нужны для крафта обеда. И третью неделю они крафтят обеды. У них получается этих обедов целый ящик. Они выставляют это на аукцион в течение недели и получают энное количество серебра. То есть там суммы получаются хорошие. Но это все благодаря тому, что ты целенаправленно построил план, следовал этому плану и получил результат. Это нужно целый месяц, грубо говоря, потратить, провести определенное время за определенными задачами. Когда ты фармишь монстров, ты вышел на фарм, поформил монстров часик-два, ты уже получил деньги. С ремеслом такого, к сожалению, никогда не будет. Потому что ремесло здесь очень непростое. Ты за 5 секунд не можешь перекрафтить сразу кучу обедов, имея ресурсы. Это очень длительный процесс. Так что я не знаю, что они тут задумали, как они стараются как-то заставить людей заниматься ремеслом. Удачи им, что? Могу только удачи пожелать. Книга приключений. Кстати, это книга. Видимо, у нее и была изначально такая задача давать нам какие-то бонусы. Но пока эти бонусы слишком мелкие, даже для новичков. Там 10-20 тысяч с квестов бонусов. Это божечки. Даже коня воскресить только хватит. И вот сейчас они добавили новые функции для этой книги. Задания, я так понимаю, будут новые для тех, у кого есть эта книга. Награды тоже добавят. Помимо серебра сделают вот какие-то бонусы в прокачке. В общем, хорошая тема. Развивают. Молодцы. Посмотрим, что из этого получится. Секретная запись приключений это, я так понимаю, что-то вроде летних тайн, которые были тем летом. Потому что они пишут про лето, но таинственное секретное задание как бы дали бы хотя бы подсказки, о чем вы говорите. Потому что это все сейчас догадки. И, судя по моим догадкам, скорее всего, они сделают цепочку с такими же секретными заданиями. Либо эти задания секретно будут находиться при каких-то условиях. Например, ты бежишь мимо НПС Альдиновского, у тебя в руках ружье, и только в этом случае тебе доступно задание. Или ты там встал на камушке, посмотрел на север, и справа от тебя появилась птичка, например. И у этой птички новое задание. То есть, вспомним летние тайны, там очень много таких было заданий, что тебе нужно прийти туда, не знаю куда, чтобы увидеть то, не знаю что, и в результате получить что-то. Ну, это все хорошо. Если это будет на постоянку, то буквально через неделю появится уже тысяча гайдов о том, что в этих заданиях нужно делать. И в принципе, так же как и в летних тайнах, любой желающий сможет, глядя на этот гайд, выполнить все задания. Посмотрим, какие еще награды будут скрытые, как написано. В летних тайнах были, конечно же, хорошие награды. И вот что еще мне интересно, к чему было написано. Услышав Black Desert, сразу возникают мысли, запутанное, сложное, требует много времени. Да, все правильно. Имея такой разнообразный контент, игра не может быть простой. Простым может быть Тетрис, Сапер, либо вот элементарно игра в игре, да, это вот рыбалка, это мини-игра, укращение, это мини-игра. Вот это может быть простым. Но в целом, сама игра, имея столько разнообразных действий, не может быть никогда простой. Потому что ты, приходя в игру, сразу видишь все это. И у тебя разбегаются глаза. Это как зайти в магазин, будучи голодным, в магазин мяса или там магазин тортов. Смотря что ты любишь. И ты не можешь выбрать, что тебе нравится. Ты не можешь, тебе вроде как хочется и пизе, вроде бы как хочется и крекера. А в принципе, ты не откажешься от трубочки со сгущенкой, понимаешь? Вот тут то же самое. И как-то переживать из-за новичков, что они там запутаются, ну как говорится, выживает сильнейший. Если человек захочет разобраться, он начнет разбираться. постепенно, потихонечку, так же, как и в жизни. Всему сразу научиться нельзя. Так и тут. Если ему это интересно, он останется и начнет ковыряться. Если не интересно, он все равно уйдет. Хотя, может быть, конечно, им же надо, чтобы новичок пришел, его игра не отпугнула, он потратил... Слушай, но ведь действительно у них-то своя цель. Им важно не удержать игрока, а заставить сразу раскошелиться. А потом только там уже он удержится или нет? Ведь со старых игроков прибыль небольшая. У них уже вес куплен, костюмы куплены, склады куплены, сумка расширена, питомцы есть, еще уже четвертого уровня. Короче, да, слушай, я поняла, почему они это делают. Ну, как бы, что их судить-то за это нельзя, все хотят зарабатывать на то, чем они занимаются. И, в принципе, на этом разработчики закончили. Вышел монолог. Да, соглашусь. Чисто мое мнение, наверное, я так и назову это видео. Я надеюсь, что тех, кто будут осуждать, да, мое мнение конкретное, оно будет мало. И каждый постарается либо понять его, да, то есть услышать, что я говорю, и написать свое, если где-то с чем-то не согласен. Потому что сколько людей есть только и мнений, это относится абсолютно ко всему, что нас с вами окружает. Буду рада услышать ваше мнение, ваши впечатления от этих записок разработчиков. Услышать, возможно, какую-нибудь дополнительную информацию по тем функциям, которые они нам хотят внедрить в ближайшее время. Подписывайся на канал, заходи в группу ВКонтакте, ставь палец вверх и делись этим видео с друзьями. Приходи к нам на стримы, а также заглядывай на наш второй канал. Если ты любишь наблюдать за тем, как кто-то играет в другие игры, там я прохожу разнообразные платные и бесплатные игрушечки. До встречи на просторах игры. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok